Я хочу рассказать вам сегодня про маскирование информации в базах данных. Мой доклад будет не технический, я постараюсь наиболее простым языком осветить эту тему. Собственно, о чем я расскажу? Я расскажу про проблематику в терминологии, которая, на мой взгляд, здесь существует в России. Расскажу немного про правовое регулирование маскирования. Затрону, какие есть вообще методы и типы маскирования в базах данных. Понятно, что профилирование, то есть поиск информации непосредственно в столбцах определенных таблиц. И, собственно, попытаюсь все это привести к некому выводу о применимости данной технологии в средах разработки и тестирования приложений. Начать хочу со слайда, который я увидел на одном из последних выступлений на Positive Hack Days, связанных с очередными рекордными утечками данных, которые у нас каждую неделю обновляются. Там почти их трехкратный рост сейчас уже показывает, что как-то не очень эффективно, наверное, отрасль пытается с этим как-то бороться. И, несмотря на все требования законодательства, планируемые изменения и ужесточения законодательства, вплоть до создания определенных центров по противодействию утечками, и утечек меньше не становится. Еще хочу рассказать такую историю. То есть одна из утечек мне очень сильно понравилась, ну, в кавычках понравилась. Один из крупных, скажем так, очень разработчиков отечественных систем защиты информации, ну, догадаетесь, наверное, что это за компания, она недавно допустила утечку своих персональных данных пользователей сайта, и, соответственно, опубликовала в открытом доступе расследование этих причин, и там он написал о том, что, собственно, утечка произошла по войне некого стороннего подрядчика, которому база данных была передана, ну, с целью, там, тестирования определенного нового функционала на сайте. И, соответственно, вот, собственно, как потенциально это можно снизить, риск утечки, да, то есть они отдали, получается, из своего защищенного контора базу данных с персональными данными к третьей стороне, где мы не знаем, каким образом вообще была реализована защита, какие там меры были реализованы, ну, и вообще уровень доверия, наверное, там, был совершенно другим в этом отношении. Вот, соответственно, какой вывод здесь может быть? Наверное, вот классический подход по, допустим, контролю или управлению правами доступа к данным, либо там определенные потоки информации контролирования, это все прекрасно может использоваться в каких-то закрытых конторах, где мы точно знаем, как это делается и как реализовано. Ну, вот такой простой пример, когда мы просто отдали базу данных с персональными данными пользователей третьим лицам, провел там к ее утечке. Вот, теперь давайте немножко перейдем к терминологии. У нас в России за счет того, что термин обезличивания применяется, точнее, ну, упоминается в федеральном законе о защите персональных данных в 152 ФЗ. То есть есть устойчивое словосочетание обезличивания персональных данных. Собственно, здесь, в этом законе под этим понимается технология, которая данные, собственно, обезличивает, делает их невозможным к восстановлению, к оригинальному без использования какой-то дополнительной информации, то есть идентификации. Параллельно я, как бы в самом начале, использовал термин маскирования. Собственно, сейчас поймете, наверное, почему. У нас, соответственно, наш 152 ФЗ имеет некое методологическое сходство с европейским международным регламентом GDPR. В GDPR как раз используется термин псевдонименизация. Соответственно, это как раз то, что я вам говорил, то есть о том, что данные берутся и с помощью определенной информации, с помощью определенных идентификаторов делается обезличенное. Соответственно, можно сделать здесь такой вывод, что у нас обезличивание данных — это псевдонименизация. Под псевдонименизацией какие обычно понимаются методы? Вот предыдущий докладчик подробно рассказывал про хэширование. Это все относится как раз к методам псевдонимизации, то есть шифрование, шифрование с ключом, то есть когда у нас без ключа мы не можем эти данные расшифровать. Ну какие еще методы есть в псевдонимизации? Например, детерминированное шифрование, когда ключ существует, но на каком-то этапе его либо удаляют, либо переносят в какую-то другую среду, чтобы не было возможности им использоваться. Но в финансовой сфере еще используется часто токенизация. Это, собственно, технология, которая некоторым образом объединяется, вышеперечисленная, и с помощью определенных нематематических алгоритмов тоже позволяет защищать информацию. Почему на слайде еще анонимизация? То есть анонимизация, этого термина в правовом поле не сильно много существует, но как технология она широко используется. Это прежде всего, например, рандомизация данных, либо обобщение, генерализация. Соответственно, еще есть очень часто заблуждение, что как раз шифрование, ну или хэш-функция с ключом, это, собственно, метод анонимизации. Вот как хочу развеять этот миф. Нет, конечно, это не так. То есть анонимизация отличается от псевдонимизации тем, что сама сущность субъекта идентифицируемая в случае анонимизации невозможна. А в случае псевдонимизации мы базово предполагаем, что даже если секретный ключ, по аналогии с шифрованием существует, и даже если он там удален, то все равно никто не может дать стопроцентную гарантию, что информация не будет расшифрована, и, соответственно, мы не придем к первоначальному и изначальному значению. Я еще здесь привел пример генерации. Я считаю тоже это важным методом по защите данных. То есть это сейчас такая новая технология, которая позволяет с помощью нейросетей и технологий искусственного интеллекта генерировать какие-то значения. Ну, как вариант, либо простым способом, как ближайший пример, это генерация, допустим, ФИО из нескольких срок определенных таблиц. Сейчас, секунду, прежде чем перейдем на слайд, но как бы хотелось бы здесь сделать некий промежуточный вывод о том, что, на мой взгляд, псевдонимизация это равно обезличиванию. Соответственно, псевдообезличиванию получается не равно анонимизации и шифрованию в своем роде. И поэтому мы, как разработчик систем маскирования, считаем правильным более употреблять термин маскирования, поскольку современная система маскирования, на мой взгляд, должна включать все эти три технологии. То есть мы не только можем шифровать данные, мы можем различными способами, потому что потребности у бизнеса достаточно разные, мы там чуть позже к ним перейдем. Я еще вот этот слайд привел, он достаточно холиварный и субъективный, и, в общем-то, если честно, не до конца мою позицию. Я, точнее, не очень разделяю эту позицию, скажем так. Здесь я привел примеры методов различных, ну, там, генерализация или шифрование сохранением формата, опять же, генерации синтетических данных и некую оценку безопасности или относительно безопасности этих данных. Это не мой слайд, да, еще раз скажу, это я подсмотрел на одном из выступлений крупного представителя в финтехотрасли, который как раз, ну, ладно, если можно, в колорах готов рассказать. Теперь немножко о правовом регулировании, ну, как такового, прям напрямую в технологии маскирования не существует, да, безусловно, упоминается, я уже говорил там в GDPR, да, термин псевдомизации, как бы обязательно к использованию в ряде случаев технологии маскирования данных. Есть как бы Psi-DSS, здесь у коллег не буду хлеб отнимать, да, как бы есть предыдущая версия стандарта, которая обязывала использовать технологию шифрования или маскирования для хранения, печати там отображения данных, карт, номер карт. И, соответственно, в четвертой версии там расширены требования уже, и там не только, собственно, отображение даже с деловой необходимостью последних цифр может только у определенных лиц. По-моему, так как там формулировка использовалась. Ну и персональные данные, да, существует приказ, он достаточно древний, уже 2013 года по обезличиванию, по методам обезличивания персональных данных. Вот, приведены четыре метода. А, собственно, еще хотел отдельно сказать, там вот Алексей Лукаский, известный блогер, недавно написал в своем, ну, эксперт, блогер-эксперт, написал в своем телеграм-канале, что он участвовал в разработке этого приказа, и там помимо этих четырех методов, которые в нем присутствовали, еще как раз он хотел добавить метод шифрования и хранения. Но как бы по определенному мы понимаем, какое ведомство ему это не согласовало. Соответственно, вот те методы, которые есть. Приказ, по моему мнению, не совсем сейчас отражает уже текущую действительность. И я не хотел бы на нем там сильно останавливать внимание, потому что мы, наверное, ну, вы, наверное, знаете, что есть определенные планы у законодателей, по линии Минцифры сейчас прорабатывается некий законопроект по обезличиванию. И мы там сейчас слышим о том, что, возможно, какие-то центры, ведомственные центры по обезличиванию на основе искусственного интеллекта будут создаваться. То есть в ближайшее время какие-то будут изменения в этом направлении. Я перехожу к следующей теме, тема профилирования данных. То есть это непосредственно поиск той чувствительной информации, которую мы хотим замаскировать, конкретно в строках определенных таблиц. Ну, в термин профилирования вообще более широко применяется в Бигдата, да, в управлении данными. То есть мы здесь немножко о другом говорим. Это, собственно, непосредственно поиск данных для маскирования, для того, чтобы мы это определили. Собственно, есть три подхода к этому основных. Первые два достаточно простые, то есть с помощью регулярных выражений или сопоставления поиска по списку значений в строках, таблицах ищутся определенные чувствительные категории. Есть такой термин домены, для того, чтобы это потом можно было каким-то образом безопасно использовать. Ну и сейчас появилось, уже появляется профилирование с помощью искусственного интеллекта, который за основу берет все те же самые методы, но делая это более, скажем так, глобально. И, собственно, для чего он используется? Прежде всего для снижения ложных каких-то срабатываний, ложных значений, которые при профилировании, к сожалению, бывают. Вот я привел на слайде пример. Это, собственно, наша система по маскированию. Там таким образом профилируются данные. есть возможность ручного выбора категории данных доменов, либо автоматического, когда система при обработке базы данных сама определяет, какие данные непосредственно находятся в каких столбцах или строках. Ну, соответственно, второй такой некий промежуточный вывод, чем я к нему перейду, и хотел бы ответить на вот эти два вопроса. у нас есть как бы задача, есть задача отдать базу разработчикам или тестировщикам для того, чтобы они там делали необходимые вещи для бизнеса. Есть цикл разработки, желательно его автоматизировать. Почему нельзя просто взять конфиденциальные данные и удалить оттуда, да, и отдать разработчикам? Ну, основная цель как бы тестирования это как раз сохранность данных, во-первых, ну, помимо сохранности данных, да, еще, собственно, чтобы весь функционал базы данных был работал. Если мы какие-то там данные удалим, то, соответственно, тестировщик не может какие-то ряд функций проверить. И разработка, естественно, тоже. Поэтому очень важным свойством при маскировании является тем, чтобы данные были тестовые, альтернативные, но вся их структура полностью соответствовала оригинальным данным. То есть, как бы, есть понятие консистентности, которое означает, что, ну, нет смысла применять эту технологию, если мы в дальнейшем не сможем обеспечить требуемое нужное качество данных. Ну, соответственно, почему их нельзя тоже просто удалить, в принципе, тоже понятно, это по той же самой причине, что с пустой базой данных без определенных значений можно ее, ну, таким образом получить как бы безопасность, но, собственно, для цели разработки действительно такие данные будут непригодны. Ну, и как бы вот этот промежуточный второй вывод о том, что есть требования к системам маскирования, то, что она должна обеспечивать невозможность реконструироваться к оригинальным данным и идентификации таким образом субъектов, ну, например, персональных данных, консистентность, и, соответственно, ну, тоже, в принципе, достаточно факт стандартный, то, что в производственные данные для целей обработки, тестирования использовать, ну, наверное, нельзя, никто так, наверное, не делает. Теперь тема, почему, собственно говоря, нельзя использовать, точнее, ну, давайте не так. Можно же маскировать средствами самой СОБД, да? То есть для чего нужны системы маскирования отдельно? Почему нельзя это делать там средствами того же, например, ну, вот я провел Oracle, да, в этом случае. Ответ следующий. Ну, вообще можно, да? То есть можно собственными скриптами там дать задачу своим специалистам, а не конкретную базу данных, замаскируют нужными методами путем там написания определенных там скриптов. Но что делаем мы, да, как система внешнего маскирования? То есть прежде всего задача состоит ну, консистентности данных и масштабируемости, скажем, всей этой истории. То есть есть задача одна база, мы можем это решить. Если у вас большое количество баз, а еще это, если этот процесс какой-то идет постоянный, то возникает потребность в создании неких планов обезличивания на постоянной основе, которые мы будем в дальнейшем их распространять, масштабировать на другие задачи, на другие базы. Вот, собственно, в таком случае в классических СОБД, в которых есть тоже технологии маскирования, это будет сделать более трудозатратно. Внешняя система маскирования этот процесс убыстряет и автоматизирует. Ну, теперь как бы от методов и подходов перейдем непосредственно к типам маскирования. Есть понятие статическое маскирование, это как раз вот то, что я о чем вам разговаривал. Когда у нас есть, на картинке понятно, есть производственная база данных, мы с нее делаем копию, непосредственно профилируем данные в этой копии, и маскируем их, и, собственно, у нас есть возможность отдать их третьим лицам, разработчикам, тестировщикам, куда-то на третью сторону, тому же самому подрядчику, который у нас в приведенном моем примере сайт тестировал, да, вот те данные, которые утекли. Есть понятие динамическое маскирование. Это почти все то же самое, но не так. То есть, как бы, есть производственная база данных, и между, собственно, пользователями сервиса или приложения становится система маскирования как некий проксирующий элемент, и при обращении к базе данных, там, при запросе, там, в каких-то других функциях, соответственно, маскируется тоже определенными метами информации. Эта технология, она достаточно широко распространена на западном рынке. У нас тоже есть ряд внедрений. На самом деле, не настолько широка и популярна, но вот наш, как бы, анализ, последняя наша встреча с клиентами показывает, что технология все-таки очень интересная, и многие хотели бы ее использовать. Если интересно, могу в кулуарах подходить, мы тут небольшой командой расскажем чуть более подробно. Может, покажем. Так, ну, слайд с методами маскирования. Я тут, здесь тоже для удобства просто привел, то есть, какие данные были изначально, какие они стали после маскирования. То есть, есть маскирование числа, есть обнуление, замена на константу, ну, соответственно, замена последних цифр банковской карты. Ну, вот видите, с сохранением оригинальной структуры данных, то есть, это консистентность. Ну, значит, здесь я провел слайд по данным Гартнера. Есть ряд коммерческих систем маскирования. Вот, как бы, это их топ. После определенных событий в последнее время они все ушли с российского рынка. Соответственно, сейчас отечественный рынок систем защиты, систем маскирования, извините, очень бурно и сильно развивается. Мы предполагаем, что, ну, не мы предполагаем, по разным оценкам разных аналитиков, то есть этот, мы ожидаем там более-менее трехкратный рост этой технологии в ближайшем будущем. Во-первых, за счет того, что многие ведущие игроки ушли, и, во-вторых, наверное, за того, что вообще технология развивается. Я немножко там в двух словах расскажу о наших планах. Вот я сейчас рассказывал о технологии маскирования баз данных, но мы, например, сейчас работаем над маскированием и других сущностей, то есть логов, текстовых данных, документов, аудиоинформации, даже видеоинформации, то есть тоже такие задачи стоят у наших клиентов. Последний слайд, в принципе, с выводами. Я уже их, наверное, сейчас сказал. Вот еще один слайд, это с теми вопросами, которые нам больше всего задают. Я посчитал необходимым его добавить. У меня есть еще время, да, наверное? Соответственно, ну, первая, самая большая проблема – это то, что для маскирования требуется создать тестовую среду. Соответственно, есть большие требования к инфраструктуре в этом случае. Вот, ну, как бы такая есть проблема. Один из последних нам клиентов сказал, что там, допустим, база 500, ну, не 500, извиняюсь, 50 терабайт. Соответственно, вот, чтобы ее замаскировать, нужно еще столько же места. А чтобы делать процесс, как бы, условно, ну, убыстрите постоянно, постоянно им сделать, соответственно, желательно это еще. Ну, то есть достаточно для этого все дорогостоящие мероприятия. Очень часто задают вторую тему, это сейчас многие устраивают процессы безопасной разработки, непрерывной. То есть, и я показывал нашу систему, как работать, так сказать, в статике, но есть задачи, когда у клиентов уже выстроена система CACD, и как бы просто есть задача обращаться там через командную строку, например, или там через какую-то интеграцию непосредственно к системе маскирования, давать ей задачи, базы, и она это делала бы на лету. Ну, над этим мы тоже работаем, то есть это тоже большая интересная тема. Ну, про тему точного профилирования без ложных срабатываний, и желательно, чтобы это все быстро еще происходило. Это тоже основная задача. Ну, а больше всего мне задают вопросов по производительности маскирования, то есть с какой скоростью маскируется там 1 терабайт данных, или там 50 терабайт данных, и так далее. Здесь у нас как бы тоже есть ответ на этот вопрос, но тут хотел бы сказать, что на самом деле очень многое зависит от того, как мы это меряем, и, собственно, какие данные непосредственно в базе находятся. И еще самое главное о том, каким методом маскирования, о котором я говорил, мы это, собственно, производим. То есть можно всегда сказать, что мы условно там 4 терабайта делаем за 2 часа, но при этом метод используется просто банальное удаление данных, например. Если у нас какой-то используется более сложный, скажем, метод маскирования, то там уже цифры, наверное, будут немножко другие. У меня, наверное, все. Я вот добавил слайд с моими контактами. Можно связаться со мной в Телеграме. Ну, в принципе, я готов ответить на вопросы. Спасибо. Дмитрий, спасибо большое за ваш доклад и за то, что подняли эту важную и актуальную для всех тему. Давайте перейдем к вопросам. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Кардиков Юрий, компания Кассир. Я вот просто хочу вас дополнить еще, почему можно не всегда пользоваться встроенными средствами маскирования в базе данных. Это чаще всего интерпрайс-функционал. Вот у меня по опыту работы с Oracle это довольно существенная просто стоимость лицензии. Поэтому всегда надо сравнивать как бы вашу стоимость, стоимость того, что предлагает вендор. У меня такое немного вопроса, но из опыта. Вот на примере маскирования карт, номера карты. И ведь не секрет, что это не случайный набор символов, там есть проверочный один символ. И иногда возникает ситуация, что надо замаскировать данные, но не просто случайно, а чтобы тому, кому была передана база, могли с ней работать, но с фейковыми данными. Вот у вас поддерживается такое хитрое маскирование, где не только заменяются произвольные символы, но еще сохраняется структура. Спасибо. Да, да, спасибо за вопрос. Я, ну, комментарии вас тоже прокомментирую. Да, я, в принципе, сознательно, наверное, об этом не сказал. Ну, базово есть, ну, большинство у нас пользуются с УБД бесплатными, так сказать. То есть, правильно, что вы меня дополнили, то есть, на самом деле, функционал маскирования, как правило, есть только в платных версиях, да, то есть в Enterprise. И второй момент, то есть, ну, да, у нас методы все, которые мы используем, сохраняют консистентность данных. То есть, условно говоря, если там есть номер NNM или там, ну, тоже имеющий определенную структуру, определенные последовательности, определенные проверочные значения, то у нас будут замаскированы данные с сохранением этих форматов. Спасибо. Следующий вопрос. Даша. Добрый день. Вы говорили, что есть искусственные интеллекты, которые помогают в маскировании данных. Есть ли примеры и как вообще жить с тем, что дополнительный какой-то внешний сервис получает доступ в твои продовые базы? Ну, вопрос не в той плоскости, как вообще выбирать какой-то сервис, а какие там дополнительные риски по части искусственного интеллекта, его обучения и так далее? Ну, спасибо за вопрос тоже, да. Давайте попытаюсь сейчас ответить. На самом деле, я здесь привел эту технологию для, скажем так, общей картины рынка. У нас, например, на данный текущий момент мы технологию это не используем. То есть у нас есть, при профилировании мы используем регулярные значения и, собственно, значения справочников. Но вообще на рынке это сейчас такая, может быть, трендовая тема. И, в принципе, наверное, не совсем корректно с моей стороны было бы это комментировать, поскольку косвенно это являются наши конкуренты. Но то, что вы сказали, я на самом деле не увижу особых проблем, потому что, собственно, там несколько нейросетей и определенные технологии искусственного интеллекта вполне могут быть и не где-то, а прямо локально. То есть реализация именно таких моментов и, соответственно, непосредственно сами данные в этом случае. Ну, там вот мой коллега приводил в предыдущем выступлении некий пример, там можно за него зацепиться, что, в принципе, возможно каким-то образом и попытаться восстановить эти данные. Но, наверное, это такой больше дискуссионный момент и момент, скажем, оценки доверия и оценки вообще реализации подобных защитных мер. Ну, как-то так, извините. Спасибо. Дальше. Спасибо за доклад. Такая тема у меня, довольно часто, видимо, встречающаяся по моему опыту, что в логе приложения пишутся персональные данные. Вот, персональные данные, там данные паспорта, вот это все. И это пишется на прозе, потому что это нужно для тестирования, дебайгинга, там, грубо говоря, чтобы обнаруживать проблемы, какая-то проблема, это все пишется. Вот. Скажите, есть способы маскирования или обезличивания, или я не знаю, какие-то такие способы, которые позволят одновременно и убрать персональные данные из логов и, ну, идентифицировать какие-то проблемы, связанные с этими персональными данными. Да, да, спасибо за вопрос. Ну, вообще, тема с логами, она вообще очень актуальна. Ну, давайте я так скажу. Насколько мне известно, сейчас на рынке, ну, среди решений, которые есть на рынке, в России, никто такого не умеет делать пока. Вот. И здесь я, ну, я вкратце поделился уже нашими планами. То есть мы сейчас как раз, ну, тестируем определенные продуктовые гипотезы и, скажем так, планируем реализовать этот функционал. И, наверное, пока это не ближайшие, прям, условно, там, два-три месяца, это, скорее всего, история более длительная. И, наверное, кроме того, что, да, мы эту проблему видим, мы собираемся, как бы, какое-то решение предложить рынку, но, наверное, пока больше кроме этого мне сказать нечего. Сейчас таких вариантов нету, да, решений? Да, да, сейчас нету, сейчас нету, Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Здравствуйте. Меня зовут Жанна. У меня очень нестандартный вопрос. Кали вот умеет маскироваться под десятку. Допустим, при прохождении границы я хочу, показывая ноутбук, чтобы у меня вообще никто не видел, что у меня там установлен Slack или еще что-то такое, и чтобы у меня, ну, по желанию, многие приложения там для криптокошельков тоже умеют маскироваться под QR-сканеры и так далее. Можно ли вот что-то такое тоже реализовать, причем и для маков, и для винды, чтобы, хоп, я что-то нажала, у меня замаскировалось, я обычная девочка, там, я не знаю, с анимашками все у меня там все хорошо и лайтово, ничего вообще нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но, смотрите, это как бы кейс как раз, наверное, относится к динамическому маскированию, про которое я говорил. Я чуть там сильно не буду, но базово да, особенно, в принципе, без привязки даже к каким-то средам или операционным системам. То есть, мы пока сейчас, на данный момент, планируем в ближайшем будущем показать эту технологию как раз на основе Java-приложений. То есть, в принципе, любой сервис, который будет через это обращаться к любой базе данных, там, условно, будет маскировать требуемую информацию по тем планам маскирования, которые мы ему укажем, теми методами, которые мы укажем. То есть, в принципе, достаточно несложно реализовать. Ну, а более подробно, наверное, ну, давайте, может, в кулуарах, или вы там более подробно нам опишите кейс, мы его возьмем все в вакулах. Спасибо. Спасибо.